Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и в интернете постоянно не угасают споры на тему, кто же всё-таки лучше, кошки или же собаки. Я предлагаю решить этот вопрос хотя бы в Майнкрафте. Сегодня я снова отправлюсь в деревню собак и также снова отправлюсь в деревню кошек. Жители, которые просто обожают кошек, построили 4 интересных испытания. Они уверяют, что их коты справятся с ними на ура. А жители, которые также любят собак, построили те же самые испытания, только для собак. Так что сегодня коты и собаки пройдут испытания в этих деревнях, и мы решим, кто же всё-таки лучше. И поставим точку в этом вопросе. Мы начинаем! И первое, с чего мы начинаем битву кошек и собак, это с деревни собак. И с первого испытания. Пёсель, давай-давай-давай, идём за мной в деревню, ведь тебе уже подготовили первое испытание. Жители, рассказывай. Работ, я уверен, что собаке намного лучше кошек, ведь ни одна кошка не пройдёт такой сильный паркур с батутами. Ну давай посмотрим, что тут будет интересного. Я смотрю, собачка уже прыгает. Ну давай, покажи, на что ты способен. Так, 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 он уже прыгает. Отлично, отлично. Вау! Куда так высоко, житель? Работ, смотри, смотри, как прыгает. Смотри, он сейчас 100%-то прыгнет прямо до косточки. Да ну нафиг, житель! Ты это видел? Реально, он допрыгнул, этот пёс допрыгнул! Я же говорю, Капон, собаке намного лучше кошек. Ну ты мне хотя бы покажи одну кошку, которая умеет заниматься паркуром. Слушай, ну кошки на самом деле тоже умеют лазить. Мы, кстати говоря, это проверим на следующем испытании, но уже в деревне кошек. Итак, погнали. Деревенька готов, кто её помнит? Совсем недавно там был, и вот мы уже с котиком подходим прямо к ней. Что ж, котик, собаки уже показали себя, самое время тебе показать себя. Житель рассказывает, что у нас за первое испытание. Ой, Капот, ты вообще видел, как эта собака проходила испытание? Ну что это такое? Она прыгала на батуте, это было очень смешно, она чуть вообще не улетела. А вот этот паркур пройдёт только кошкой, я уверен, что этот кот сможет это сделать. Ну давай посмотрим, что ж, кот, удачи тебе на паркуре, посмотрим, как он его пройдёт. Давай, 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 так, прыжочек веры, второй прыжочек веры. Ну в принципе, я когда был в деревне котов, кто помнит, я проходил этот паркур, в нём нет вообще ничего сложного. Давай, прыгай! Ага, молодец. Следующий прыжок, а теперь начинается что-то посложнее. Вау, тут нужно карабкаться, и смотрите, у этого кота получается! Ха-ха, офигеть, зубами прям цепляется. Ну что ж, котик, я тебя поздравляю, ты прошёл и заслужил рыбку. Ой, Капот, я же тебе говорил, смотри, как классно получилось. Ну да, в принципе, кот неплохо справился с этим испытанием, но посмотрим, что будет дальше у собаки. Что ж, мы с вами опять переместились в деревню собак. У нас следующее испытание, пока что житель 1-1. Ну да, ладно, кошки тоже умеют паркурить, но что точно они не умеют делать, так ловить палку, Капот, вот попробуй. Ну что ж, давай попробуем второе испытание для пёсика, у нас будет это поймать палочку. У нас есть вот такая вот полоса, и так, пёсик, ты готов? Давай, 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 для начала слабенько кинем вот так вот, просто на циферку 1. Ну слушай, это, это было очень просто, максимально просто. А ну верни, а ну верни палочку. Сейчас уровень будет посложнее, я закину подальше. Так, я набираю силы и лови палочку. Так, 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 принесёт или не принесёт? Смотрим, 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 ага, поймал, поймал, поймал. Давай, давай, неси, неси, и опа, принёс. Ну и теперь финальный уровень. Ты готов, пёс, ты готов? Я кидаю палку максимально далеко. Давай, габбот, прям запули, я тебе говорю, он всё найдёт, он самый способный и классный пёс. Ну что ж, поехали, раз, два, три, лови, просто лови, капец, я там перекинул, просто жесть. Она даже у меня не прогрузилась. Так, 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 смотрим, что он поймал, не поймал? Подождите, походу, что-то несёт, неужто он поймал, этого быть не может, я очень далеко за... Да ладно? Как? Он реально поймал? Ха, габбот, я же тебе говорил, собаки крутые, а теперь посмотрим, на что способны твои эти кошки. Итак, ребята, мы отправимся в деревню кошек. Слушай, житель, ты видел, как собака палку поймала? Ну да, я видел, слушай, на самом деле напряжённо, напряжённо, но ничего. Сейчас мой кот тоже будет хоть что ловить, только не палку, а рыбку. Слушай, ну коты же боятся воды обычно. Я уверен, этот котик преодолеет свой страх и пройдёт это испытание. Ну давай на это мы с тобой посмотрим. Что ж, котик, заходи к этим рыбкам, это вообще рыбки, это какие-то непонятные ежи колючие. Ну давай, котик, прыгай. Я понимаю, что ты боишься, но... А, хотя нет, смотрите, какой смелый. Так, я... Опа, поймал, поймал, вы видите? Так, быстро. Так, 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 он даже не вздыхает. Смотрите, просто ловит на раз-два. Осталось совсем немножко, буквально три рыбки. Давай, две, одна, давай, давай, поймаешь её, поймаешь её. Всё, отлично. Он поймал абсолютно всех этих рыбок. Что ж, теперь смотрим. Давай, давай, отдавай мне рыбку. Опа, смотрите, первая есть, давай, вторая есть. Третья, третья на месте тоже. Все рыбки на месте. Четвёртая, пятая и последняя, шестая. Вот они. О, Капот, я же говорил, я же говорил, у него получится. Ох, ребята, жаришка, жаришка, битва-то напряжённая. Мы идём дальше к собакам. Житель, ну чё ты думаешь? Слушай, кошки тоже довольно-таки хорошо справились со своими испытаниями. Что же будет дальше? Пока что битва такая накалённая. Ну, Капот, да, вынужден признаться, кошки идут пока что с нами наравне. Но ничего страшного. Следующее испытание явно пройдёт моя собака. Я специально построил его самым-самым сложным, чтобы было интереснее. Это полоса препятствий. О, слушай, я тут вижу, тут и течение даже есть какое-то. И решётка, вот такие вот брёвна. Блин, обычно по таким брёвнам лучше карабкаются кошки. Я не знаю, как это будет всё проходить собака. Ну ладно, хорошо, житель, раз ты так уверен в пёселе, то тогда поехали. Итак, 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 собака у нас идёт и проходит. Вау, вау, как-то быстро, но тут течение немножечко смывает. Идём дальше, идём дальше. Теперь брёвна, брёвна проходит просто. Ну, а как карабкается? Да вы посмотрите, своими лапами такими. Так, а вот тут паутинка, паутинка, проходим. Давай, 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 пёсик, я в тебя верю. Осторожненько проходим. И неужто дойдёт до самого конца? Слушай, пёс, тебе это так легко удалось просто сжечь. Ты что, сейчас ещё назад пойдёшь, что ли, с ума сошёл? Вау, двойная полоса пошла. Я всегда верил в этого пёсика. Давай, иди сюда. Вау, подожди, я за тобой не успеваю. Ты где там? Ага, плывёт, 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 опа. Всё, прошёл, прошёл. Молодец, пёсик, молодец. Ну чё, Компот, как с этим справится твоя кошка? Ну, сейчас мы это с вами и узнаем. Интересно получилось у собачки пройти полосу препятствий. Но я уверен, что котик пройдёт 100%. Котики, правда, всегда отвлекаются на лазеры. Но тут будет всё нормально, я уверен. Ну, для котика, я понимаю, это будет довольно-таки сложно. Но я надеюсь, что всё будет нормально. Итак, котик, давай, проходи эту полосу препятствий с лазером. Так, смотрите, вообще равнодушен к лазерам. Давай, давай, иди. Давай, котик, я в тебя верю. Проходи, проходи. Смотрите, как мастерски. Так, шнац, 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 перепрыгивает прям всё. Даже шерсть не подгорела, и усы не поплавились. Так, 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 он идёт прямо к финишу и прошёл. Прошёл, он смог это сделать. Слушай, котик, ну там собака обратно пошла. А сможешь ли ты быстренько вот так вот пробежать это всё обратно? Давай посмотрим. Так, слушай, ты такой понятливый, прям молодец. Так, 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 давай, давай. Надеюсь, на этот раз ничего не произойдёт такого плохого. И всё будет нормально, как в первый раз. Так, и давай, мы тебя тут жителям встречаем. И опа! Да, получилось, я бы посмотрел на морду этой собаки. Слушай, я даже не знаю, я даже не знаю, что скажут подписчики. Потому что битва реально очень напряжённая. Ты видел, что кошки вытворяют? Да-да-да, Капот, если честно, я немного переживаю. Но тут я готовил реально классное испытание, чтобы показать всё преимущество собак. В этом доме я спрятал четыре динамита. Я уверен, что эта собака сто процентов их найдёт. Ну сейчас мы это с тобой узнаем. Так, пёсик, если ты найдёшь этот динамит, то тебе полагается, полагается, полагается. Вот немножечко креветочек. Вот, любишь креветочки? Ну естественно, ребят, он любит. Так, поставлю пока что сюда. Вот, Капот, тебе кусочек динамита, дай собачке понюхать, и тогда она точно пойдёт на след. Ладно, давай-давай, так, пёсик, пёсик, всё, смотри, нюхай, нюхай, нюхай. И искать, давай, пошёл, пошёл, пошёл. Сейчас посмотрим, найдёт он что-нибудь или нет. Так, обнюхивает территорию. Смотрите, смотрите, ищет, ищет, ищет. Может, в сундуке давайте сами проверим? Нет, в сундуке ничего нету, блин. А реально, куда мог житель спрятать динамит? Я просто не знаю. Так, подождите, походу на след напал, или куда он пошёл? Мне прям интересно. Поднимаемся, и здесь в сундуке что-то, что ли? Нет, в сундуке ничего нету. Куда ты меня привёл, пёсик? Показывай, где здесь динамит? Слушайте, пока что он не особо справляется. Так, он что-то ковёр нюхает. Смотрите, смотрите, смотрите. Что, 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 что? Он тут стоит, прыгает. Так, что, ты нашёл, что ли, что-то? Ну давай проверять. Так, ты так, ломаю ковёр. Ничего тут нету, пёсик, ты поход... Да ладно, нашёл! Ребята, вот он, динамит! Эй, как мне выбраться отсюда? Вот он, динамит! Он его нашёл, слушай, ты большой молодец! Так, ну тут ведь его больше. Давай, вот ещё, ещё, понюхай, понюхай, понюхай. И пошёл искать. Ищи, ищи, ищи. Где? Куда дальше? Так, сюда, сюда. Ну давай, открой тебе дверку. Открываем и смотрим, что же он тут найдёт. Походу, динамит житель спрятал где-то здесь. Я, честно, сам не знаю где, но будем наблюдать за реакцией пёсика и посмотрим, где он сможет его найти. Так, так, ходит, бродит, ходит, бродит, обникивает все кусты. Надеюсь, он сейчас не найдёт какой-нибудь клад. Так, прыгай здесь, прыгай здесь. Походу, здесь может быть динамит. Давайте пробуем подкопчик. Сделайте, да! Он абсолютно прав! Здесь динамит! Молодец, пёсик! Так, ну что ж, последний ищем. Давай, давай, давай. Вот тебе, вот тебе динамитика. И где же он может быть? Так, походу, в сене, что ли? Да ладно, походу, в сене. Ребята, да, 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 ломаем и... Я в тебе не сомневался, пёс, я в тебе не сомневался, ты нашёл все четыре Тинти. Пойдём, похвастаемся жителю, я уверен, он обрадуется. Житель, обрати внимание. Ха-ха, да, Камон, я же говорил, собачка справится с этим делом. Теперь ты понимаешь, насколько собаки полезны. Но подожди, мы ведь ещё не посмотрели, что там у кота. Слушай, житель, ну собака прошла последнее своё испытание и довольно-таки успешно. Теперь мы смотрим, как покажет себя котик и уже будем оценивать вместе с подписчиками. Я уверен, котик меня не подведёт, он должен поймать всех мышей. Ну, я надеюсь, что у него это получится. Что ж, раз, два, три, давай, 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 котик, лови этих мышей. Опа-опа, смотрите, он прям ловит их, ловит, ловит, ловит. Так, пошёл процесс, дальше идём, дальше идём. Вот ещё одна мышка, давай-давай, всех поймай. Тут ещё, кстати, вот такие вот обманки стоят. Он вроде на них не ведётся. И всё отлично. Так, опа, поймал ещё одну мышку, так сказать, обнюкал, обнюкал. И вот, пошла следующая, всё, абсолютно всех, походу, поймал. Офигеть, я даже не ожидал, что он это сделает так быстро. Я чё-то тоже, котик, капец, ты большучий молодец. Смотрите, всех поймал, давай посчитаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я чё-то как-то даже не уследил, сколько ты мышей поймал. Ну, ты большой молодец, точно никого больше здесь не осталось. И вроде нет, только фейки. О, Капот, он большой молодец. Да, большой молодец справился с последним испытанием. И теперь пришло время, ребята, нам вынести вердикт. Ребят, битва действительно была напряжённая и эпичная. Соревновались сегодня кошки и собаки. Каждый из них показал себя просто прекрасно. Все профессионалы в своём деле. И теперь я хочу огласить своё мнение, после чего я хочу услышать ваше. Я считаю, что всё-таки некорректно сравнивать собак и кошек. Сейчас объясню почему. Потому что котики хороши по-своему, а собачки прекрасны по-своему. Это не знаю, как сравнивать небо и землю. Типа, земля твёрдая, небо не твёрдая. Но всё же, я хочу услышать ваше мнение. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас спуститесь в комментарии и напишите его. Кто же всё-таки победил, кошки или собаки? С вами я прощаюсь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока!